Любой человек имеет права и обязанности. Об этом знают даже дети. Сотрудники линейного отдела и ОМВД пришли к ученикам 6 класса напомнить, как нужно себя вести, чтобы не нарушать закон. Для наглядности полицейские приводят реальные примеры, где несовершеннолетние оступились и понесли наказание. Не следует забывать и о своих правах. Очень обязательно важно уметь разграничивать права и обязанности. Но каждый из нас должен знать, что любой из нас имеет право на жизнь и, соответственно, каждый из нас должен соблюдать права и интересы своих соседей. Это уже не первый подобный урок для детей. О нравственной стороне воспитания необходимо заботиться своевременно, считают учителя. Поэтому самые громкие происшествия анализируют с учениками. В этот раз обсудили случаи осквернения памятников, которые в последнее время участились. Эта тема вызвала большой интерес у ребят. Вопросов было много. Меня как учителя глубоко затронуло то, что, несмотря на то, что дети не знакомы с уголовным кодексом, с административным, но инспекторы смогли так построить беседу, что и ребята справились. В рамках профилактической акции совместно с инспектором ОМВД по городу Уссуриску провели профилактическое мероприятие, направленное на патриотическое воспитание несовершеннолетних. В рамках беседы провели им лекции о знаниях административной и уголовной ответственности несовершеннолетних, чтобы они знали и про них меняли. Для шестиклассников приготовили рассказы, ответили на вопросы, привели примеры из жизни и провели викторину. Ребятам были предложены различные варианты задач. По решению данных задач они должны были определить, что здесь, их права или обязанности. Хочется отметить, что все справились замечательно, несмотря на то, что права им еще пока не преподают, но тем не менее на бытовом уровне ребята смогли с этим справиться на отлично. Соблюдать, что это, право или обязанность? Обязанность. Молодец. Слушаться родителей и их заменяющих. Молодец. Главное, считают сотрудники полиции, относиться к другим так, как хотелось бы, чтобы поступали с тобой. И это правило, которое заучивать не нужно. Тамара Илюхина, Антон Войцеховский, Телемикс.